Ново-Вокзальное Московское шоссе. Отсюда можно уехать на любом наземном транспорте в любой конец Самары. Трафик высокий всегда, а в утренние часы пик число пассажиров достигает своего максимума. Риск инфицирования увеличивается, поэтому носить маски особенно важно. Вы забыли маску надеть? Не успели? Да, по телефону говорила. Говорила по телефону. Для вируса не аргумент. Чтобы укрепиться в организме, ему достаточно одного вдоха рядом с носителем. Поэтому надевать маску необходимо еще до входа в салон, подчеркивают специалисты. Противников рекомендации регионального Роспотребнадзора могут высадить на ближайшие остановки, а то и вовсе не пустить в салон. С начала сентября прошлого года в наземном транспорте по своей вине не смогли продолжить поездку 1438 пассажиров. А к турникетам метро не пропустили 10238 человек. Если такое иногда случается, мы выявляем пассажира, который отказывается эту маску носить. У нас помощь сотрудники полиции. Мы предлагаем выйти из общественного транспорта. И прямо на остановке, никуда далеко не уходя, в отношении такого нарушителя, вставляется административный протокол. Есть реально оштрафованные, есть те, которым суд, с чего возможным, ограничится предупреждением. Поэтому эта система работает, и нарушители, они реальное наказание несут. Без маски едете, почему? Сейчас выхожу уже в следующую остановку. Но вы же ехали долго без маски. Одну остановку. Даже одна остановка без маски – нарушение. В режиме ограничений Самарская область живет уже 9 месяцев. С начала октября к рейдовым бригадам, проверяющим общественный транспорт, присоединились и полицейские. За это время на горожан, не желающих носить маски, выписали 181 протокол. Материалы рассматривает суд. На некоторых самарцев уже наложены штрафы до 30 тысяч рублей. Если среди нарушителей водители или кондукторы, то наказывает рублем само предприятие. Мы разбираем вот эти все частные случаи. И это показательно для всех сотрудников. То есть они вдруг подружки узнают, что кого-то наказали действительно, что действуют вот эти вот правила. И наказание за то, что они снимают эти маски. И это как пример. Все стали больше, скажем так, опасаться. И все же задача рейда вовсе не в том, чтобы запугать штрафами, рассказывают специалисты. Маски спасают. Вот что важно знать. На сегодняшний день коэффициент заражения в регионе один из самых высоких в стране. Я инвалид второй группы, бронхиальная астма. Поэтому я хожу в маски. Мало ли чего. Как же? Надо обезопасить себя и людей от коронавируса. Мнения разные, но абсолютно правильно надо носить и защищать и себя, и окружающих, и близких, и родных. Рейды по масочному режиму будут проводиться до полного спада заболеваемости. Со следующей недели бригада проверяющих планирует усилить. К рейдам присоединятся и другие представители отрасли, в частности, члены общественного совета при департаменте транспорта города. Гульфия Савина, Дмитрий Мишканцов. События.